снова здравствуйте уважаемые дамы и господа с вами Олег Лавгудвин и мы проходим мануальную терапию мануальной техники сейчас на живой натуре на примере я вам все покажу все расскажу сначала мы подготовили тело человека уже его размяли разогрели да пока в этом ролике мы расскажем такой мини комплекс да по-быстрому вообще делается там считано там две-три ну может быть максимум четыре минуты для спины от шеи до крестца то есть мы уже размяли подготовили человека да если не размяли он пришел например на холодную так скажем да то все-таки надо его как-нибудь согреть во-первых теплые полотенце используются до прогрели его его простыми во вторых можно там по-быстрому промять растереть просто хотя бы чтобы пошло пошло загрев тела человека ну и так становлюсь на подобными буду и простучали стучим соответственно по каким местам это во-первых по трапеции но по сути через него пробиваем лопатку вниз вот туда стучим по линии крепления ребер к позвоночнику это выберут при ящем сочинению уберем мясо то вот оно видно можно пощупать такие жесткие до линия позвоночника вот идет по астистом отросткам да то есть сам позвоночником нащупать не можем можем только отростки нащупать и вот между ними до этой линии ну примерно где-то вот три пальца получается да вот у меня специальная простынь для этих целей линия позвоночника указана красной линией ребер поперечное сочинение ну примерно как раз через три может быть у некоторых четыре пальца да то есть вот здесь она идет соответственно именно по ним мы и стучим растрясая позвоночник плавающие рёбры почки пропускаем дальше можно стучать по уголкам подвздошных костей как раз видеть тоже попадают на эти зеленые полосочки да и по крестцу силу удара выбирайте сами кому-то так можно легко обозначить да кому-то прям пробивая так чтобы искры из глаз летели ну шучу конечно просто бывают очень зажатые такие случаи когда люди прям закостеневшие да то тогда нужно пробивать естественно когда у человека болезнь фуористей либо бехтерева то вот эти моменты жесткие не делаем далее ну про какие линии говорю вот крепится позвоночник ребрам соответственно будем воздействовать на них таким образом что тянется ребро и тянется свой позвоночник то есть искали на позвоночнике будут распрямляться нельзя сказать что там сто процентов так будет насколько скажем что этом насколько он подготовлен насколько индивидуально все там у него срослось так скажем так оно и получится значит первое это мы запускаем волну такой волной можно протестировать в тело человека она все состоит из основных частей суставчики да здесь прошли здесь вот суставы здесь сустав да и в принципе мы должны видеть что подвижность и через нашу инерсию вращения до подвижность передается на пятки видите пятки ходят значит в ту сторону все нормально в эту сторону должна макушка качаться ну в принципе почти качается но слабенько да значит есть где-то вот тут какая-то проблемка мы пока только предполагаем это же не диагностика да мы только поверхностно вот предчувствуем где момент движения прекращается вот этот уже слабее участок здесь не пошло ведь вот этот участок не движется можно его отдельно протестировать взяли скачали не движется вот тут ему блок блок стоит какой конкретно блок пока он как бы не определяем изучаем просто на будущее да здесь подвижность есть есть и в обратной стороне качали да только только щупает то есть это задает движение смотрите до пяток доходит в принципе доходит таз хорошо уходит вот тут опять почти движения нету вот отсюда начинается движение значит вот где-то середина спины проблемно можно покачать принципе забылу то есть давлением в макушку да и вот легкие круговые движения запустили механизм расшатывания позвоночник все это считал позвоночный столб мозг это все считал и теперь сам прием мы далее но здесь соответственно как мы давим в позвоночник раскачиваем раскачиваем работать будем в лопатку соответственно смотреть вот далее качание вторая рука успевает поймать это движение вот раз поймали вот получается синхронным качаемся до рука ходит в противофазе но для тела это синхронно теперь переставили руку на гребень по подвздошной кости а здесь на кость лопатки и по диагонали натянули далее дошли до предела и произвели мобилизационный толчок вертикально вниз и в стороны стороны соответственно перед медикулярно позвоночнику имениться веду ну куда мы упираемся естественно уголок лопатки сама выступающая часть и сама выступающая часть это гребень подвздошной кости для хорошего упора ну можно так руку поставить да но я вообще рекомендую вот ноу-хау который обычно редко на видео попадает об этом люди только узнают на тренинге переворачиваем руку вот так и всем весом она получается прямая до всем весом у нас получается гораздо сильнее во первых зажим плотнее и мягче потому что мы косточку кладем между подушечек получается ладони и мягче да и во-вторых надежнее потому что по прямая и сильнее толчок будет через прямое сочинение сильнее толчок еще раз показывала раскачали раскачали поймали на выдаче раз два три на плавающие ребра уже не давим в эту сторону и в противоположную руку поменяли опять видите это рука развернута назад если человек ну так скажем не настолько шатки да не настолько как бы подвижный мобильный да то можно предупредить его про выдох то есть на всех ну просто уже подготовлены люди они знают они сами выдухают да а если мы этот но он жесткий да то дело чуть помедленнее то есть на детях это можно вообще на одном выдохе фу прожали да вот на таких людях придется по нашей схеме идти находим до преднапряжения то есть вот растянули дошли до растянули это тракция по сути там дошли до преднапряжения потом несколько таких подталкиваний туда раз два три выдох раз два выдох то есть вот в принципе все приемы мы будем делать по этой схеме вот от черной такой пунктирной линии до написано то что вот мануальной терапии относится до этого мы там диагностировали растирали разминали там до поколачивания были хотя пока поколачивание тоже сюда отнести вот тракция растянули до преднапряжение то есть последняя до куда доходят функционально сустав да дальше он не идет потом такие легкие подталкивания подталкивания еще раз смотрите на меня это не раскачивание туда-сюда это не раскачивание туда-сюда это вот преднапряжение туда вперед еще дальше как бы за границу переходим и потом толчок толчок это вот правка мобилизация trust 6 пункт соответственно да так вот сделали да теперь следующий прием здесь вы смотрите какой нюанс чтобы удар был сильнее нам нужен плотнее упор для этого мы делаем и прямые чтобы ну чтобы не за счет рук за счет тела то есть мы телом своим работаем поэтому в принципе даже хузника женщина сможет провести такую правку и второе сильнее сильнее это значит то что мы вес своего тела переваливаем по центру место приложения усилий то есть вот между этими точками центр получается вот здесь да то есть мой центр веса находится вот здесь вот и так в следующих приемах то же самое будет теперь следующий прием это только поясница да то здесь у нас на весь позвоночник причем тоже можно маневрировать чуть весе принесли сюда больше поясничку сделали сюда принесли больше лопатку сделали теперь вот чуть отходим нашего тела отошел на этот участок поясница до ну примерно седьмого восьмого позвонка грудного на кристалю руки опять смотрите растянули растянули раскачиваю дошли до преднапряжение то рука просто даже подниму чтобы вы понимали что она только придерживает она сейчас не работает вот это напряжение после этого вот такие подталкиваем туда туда и тянули и развели толчок поменяли в эту сторону то есть вот так должен прям в таз в стол упереться видите тут у нас поворот идет опять перпендикулярно позвоночнику растянули раскачивали декомпрессии после этого раз разве толчок следующий прием это поперек ну так перпендикулярно будем давить уперлись в уголки лопатки растянули опять же по нашей схеме подальше подальше вот декомпрессия до после этого уперлись в стол вот уже чувствуем это преднапряжение последняя точка дать после этого 1 2 3 что говорю выдох резкий удар вниз и стороны и так же может катись по ребрам перпендикулярно теперь на скручивание но это участок вот такой примерно где-то вот седьмого позвонка до 2 3 такой сейчас мы руки сможем приложить только кому-то два раза до кому-то там три раза вот одна рука ставится с этой стороны позвоночника другая с эта страна да друг против друга не работают если заместилось сюда руки работают в противоположную сторону таки не звела они всегда друг против друга даже когда мы раскачиваемся друг против друга вот с одной стороны с другой приема со скручиванием и вниз на выдохе и в другую сторону теперь это с этой стороны позвоночной Ну, в смысле, она так же и осталась, да, только скручиваем в другую сторону. Следующий прием, ну, так скажем, пощипывания. Некоторые не любят, тем не щипаем. Нам надо взять кожу, да, вот так человеку. У кого кожа не берется, ну, соответственно, тоже мы этот прием не делаем, там просто взять не за что. А бывают такие люди, которые прям просят, давай ты меня подергай за кожу. Первое наше место приложения усилий, это камень преткновения L5-S1. Вот эта точка. Вот тут, вот она. Часто всего бывает грыжа, чаще всего бывает прогиб увеличен, да, лордоз у человека. Поэтому нам надо тут все повытягивать в поясничную область, вот примерно, где заканчиваются плавающие ребра, да. Вот примерно для этого уровня. Ну, у некоторых бывает это выше, но это, как правило, там, только у детей. Значит, подняли. Это мы взяли, чтобы не щипаться, надо не мелко взять, да, а чуть побольше кожи. Вот такой кусочек прямо. Близко к остистым отросткам берем, да, и ни в коем случае не закручиваем ни вперед, ни назад. Это просто больно будет, да. И дергаем тоже ни вперед, ни назад, а только вертикально вверх. Вот это место вертикально вверх. Прошлись также близко по крестцу, вертикально вверх до копчика. Потом есть у нас уголок крестцово-позвоночно-подвздошно-позвоночное сочленение. Вот его мы тоже взяли, где это возможно. Примерно под углом, ну, градусов 30. Плодвездошно-крестцовый, да? Нет. А подвздошно-позвоночный. Крестцовый тоже. Крестцовый, как бы, вот так, позвоночный, вот так, вот таким углом. Опять же, ну, у кого получится взять, можно и позвоночный крестцовый взять. Ну, там тяжелее бывает. Взяли по диагонали, да, и выдернули его из этой стороны. Что мы дергаем? По сути, это же мы не позвонки вправляем, а мы связки. Это связки хрустят, там другой хруст, не такой, как челчок, да, такой, вот такой, как будет. Но за них есть вероятность и возможность, что подтянется и позвонок. Ну, и дальше проходимся по всем позвонкам вверх. Так же, если у кого-то тяжело, кому-то там достаточно, раз, два, там, три, да, ну, пройти сразу быстро. А кому-то надо поднять, потянуть, дышать до преднапряжения, раз, два, три, толчка и дернули. Раз, два, дернули, раз, два, дернули, раз, два, дернули. Ну, вот тут даже позвонок почувствовал, да. Вот, ну, другой хруст был, именно такой, такой под позвонок. Так, ну, вот где-то примерно до нижней границы ревера, получается, можно сделать, да. У кого-то, я говорю, только у детей бывает повыше доходит. Грудной отдел мы поднимаем вот так вот сбоку. Ну, у нас должно между местным приложением усилий, ну, где захват, да, примерно три позвонка, три-четыре позвонка между ним должны быть. Приподняли и растрясли. Приподняли и растрясли. Где, да, где только сможете схватить. То есть, такое ощущение должно создаться, что как будто вы мешок с костями подняли и потрясли, там, покачали его. Этим мы дополнительно сочленение все вот эти вот растрясаем, высвобождая, как бы, да, все блоки. И дальше, чтобы высвободить блоки, мобилизационные, толчковые такие удары в остистой отростке. То есть, берем, опять же, примерно от седьмого позвонка, где по очереди уже закончились, да, Ставим руку, как подушечка, вакуумная, да, пальцем опираемся в остистый отросток. Они у нас растут, как вы видите, вниз от позвонка, да, ну, примерно угол 45, там, градусов, вот туда. Уперлись. То есть, и через свою руку стучим в, через пальцы, пальцы получают инструмент, вторая рука молоток, да. Стукиваем вперед. Ну, так, по два, по три удара. Дополнительно, то есть, мы их разжали. Разжали. И теперь следующий прием, это конкретно уже декомпрессионный удар. Ставим руки, ну, опять же, где-то от восьмого-седьмого позвонка, да, грудного. Кто, как, кому-то, бывают умельцы, и одной рукой ставят, поворачивают одной рукой. И, может быть, с утяжелением продавливают. Есть такие, которые кулаками делают. Или вот так вот с двух сторон до ноги ставят. Тут вот так вот ставят. Ну, соответственно, тут уже, получается, запястье, не надоем, да. Кто-то делает такой нудочкой, да. Ну, вот я, ну, просто, ну, у кого, кто, как привык, да, тут, как бы, нету регламента, да. Как привыкли, или как у вас получается, так и делаете, да. Вот, смотрите, получается, я удариться, совершаю вот этой козочкой гипотенора. Камеру, покажи, вот этой козочкой. Ну, вот эффект такой, толчок вперед и в сторону с разводом. Кивок получается. Прицелился. Опять весь тело, смотрите, где находится. Над этой точкой, видите, вот я поднялся. Покажи, как я поднялся. Вот, 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 над этой точкой, да. Желательно нам тоже смотреть вертикально вдоль позвоночника. И доходим вверх до преднапряжения. Три таких толчка. Ну, два, три, там, раз, два, три. Выдох, говорим. Все это, проходим. Выдох. Выдох. Проходим примерно до второго грудного позвонка. Ну, дальше тяжело. Дальше уже не прощетит. Так, и, как видите, мы все движения уже начинаем делать. Вот, точки L5-S1, вот, базиса крестца, да, крестцового, вверх. То есть, тут все движения идут вверх. На растяжение, поэтому, в принципе, даже при грыже это можно делать, потому что, ну, растяжение, оно не опасно. Оно, как бы, расслабляет мышцы, высвобождая зажимы. Переходим дальше к голове с этой стороны. Ну, так же, в принципе, можно было бы и с этой стороны, да, вот, проделать вот эти вот приемы. Вот эти вот приемы. Кому-то удобнее отсюда. Так, а теперь шея, скручивание. Ну, в основном у нас на тех местах, где лордоз, шея и поясницы, в основном скручивание идут. Скручивание с декомпрессией. Мы перекладываем голову человека, предупреждаем, чтобы он не сам, не сам ни в коем случае подкладывал, да. Берем аккуратно за череп и переворачиваем. Только прошу вас, берите аккуратно, не за горло там некоторые берут, да, кто-то там чуть ли не за ноздри берет, там за глаз. Неприятно человеку не делается, да, тем более у кого-то там ботокс, губы накрашены. Аккуратненько за череп, положили в блок, так чтобы кончик носа оставался вот на красной линии позвоночника. Видите, да, по систематросу. Он лежит на скуле, надо понять, что качание есть, то есть лежит и он должен как будто на скуле почувствовать, что он качается на ней. Ну, да, вот у нас получается место приложения Василия скула, а тут верхняя точка, это вот височная кость сверху, вот качание идет, видите. Смотрите, вот захватываем тут за основание черепа, но, естественно, не только пальчиками, да, у вас пальцев сильно не хватит, вот всю ладонь до височной кости, вот так, вот эту вот область получается. Захватили, натянули на себя, обратите на мою позу, вот прям натягиваются все силы, а в противоположное тело упираюсь и тяну за кремяльный отросток в ту сторону, вот позвоночник идет на растяжение. Лучше всего большой палец убирать вниз, чтобы не соскочила рука, и обязательно используйте тряпочку. Вот первое движение, соответственно, растяжение, второе с поворотом, вот туда, и при повороте все равно идет натяжение, то есть получается раскручиваем вот сюда, вот в эту сторону. Вот был хруст. И третье положение, это чуть руку довернули и повернули еще дальше. Тут щелкнет только атлант, то есть раз, два, три. Я продемонстрирую. С другой стороны положили, проверили момент качания. Если качания нету, значит человек не готов, либо у него слишком больно здесь, либо он зажат от страха, значит надо дополнительно размять, расслабить мышцы, согреть его. Еще раз. Раз, два, три. Да, и перекладываем, обязательно сами перекладываем голову назад. Предупреждаете человеку, чтобы он вам не помогал, не сопротивлялся, не подкладывался как ему удобнее, там бывают люди, да, кто-то аж чуть ли не ладонь под голову не подкладывает. Не надо, вы управляете процессом, вы знаете как делать, человек вам должен доверять, полностью доверять. Иной раз бывает приходится отвлекающие маневры делать, да, какой-нибудь там можно сказать анекдот или там обратить его внимание на другую часть тела человека. Я, знаете, как иногда делаю, ну вот нюансы, сейчас пошли нюансы такие, да. Если человек, например, ложится, да, и у него голова не на скуле лежит, а как-то вот либо на ухе, прям, да, либо на носе, там, да, ну, как бы, такая подвижность у шеи, да, то я беру прям за плечо, вот видите, поднимаю голову, видите, она поднялась. Только после этого произвожу толчок. А, и еще говорю вот так, то есть я обращаю, натяжение сделал, обращаю внимание на плечо, типа расслабь, расслабь, плечо, плечо, плечо расслабь, а сам в этот момент раз голову ему. То есть он перебросил внимание на плечо, а мы поработали с головой и шеей. Ну и, соответственно, есть такие правила, что в кабинете желательно в этот момент не должна играть громко музыка, если играет, то очень-очень тихо. Чтобы вы слушали, слушали, где что происходит, да, в человеке. Обязательно должно быть тепло, форточки без сквозняков, то есть вентиляция может работать, но чтобы на человека не дуло. И, соответственно, все делаем через тряпочку. Если нет тряпочки, можно использовать полотенце, да, на худой конец просто бумажную салфетку хотя бы подложиться, да, то есть руки ни в коем случае не должны соскальзывать. Мы именно для этого и делаем перекрестия рук здесь, вот, например, здесь делаю, да, чтобы они не ушли дальше. Таким образом нельзя навредить человеку. Поэтому эти приемы, в принципе, безопасны. И, как вы видите, они только на растяжение. То есть если есть где-то защемление, да, при растяжении оно опускается. Ну вот, в следующих видеоуроках вы увидите более подробные разборы, где мы будем провести более конкретные места, конкретные проблемы будем изучать. С вами был Олег Аллафгудвин. До новых встреч, дорогие друзья. И не теряйтесь. Если вы хотите все изучить по видео, ну, вряд ли это у вас получится, лучше приходите здесь. Здесь мы поставим руки, всему научим. Покажем, как это делать. Вы обретете смелость, ваши руки обретут смелость. И они с этими навыками, вы понимаете, вы уйдете уже в готовую, в профессию дипломированными специалистами. Так что ставьте лайки. До новых встреч, дорогие друзья.